Вечный огонь, как вечный цветок, жанкий, горячий, как сердце солдата. Эта капсула вечного огня несколько месяцев хранилась в воинской части Октябрьского района. И, наконец, пламя возвращается на прежнее место. Вечное пламя. Вечный огонь. Вечный огонь. Большие волнения, когда на тебя смотрится и боишься совершить ошибку. Такое торжественное мероприятие. Место пребывания огня – братская могила. Поэтому возвращение пламени сюда было чрезвычайно важно. Мы же отдаем дань уважения всему тому народу, который нам предоставил такую прекрасную жизнь. И, знаете, столько много народу у нас умерло. Семь геоспиталей у нас в городе Улан-Удэ было. Столько много бойцов, офицеров, солдат умерли от ран после войны. И надо сказать, что наша заслуга именно республики Бурятия в том, что почти 20 тысяч человек вернулись в строй, чтобы продолжить войну. К этому дню мемориал полностью преобразили. Отштукатурили пилоны, отреставрирули ступени, брусчатку привели в порядок и саму братскую могилу. Обновили мемориальные плиты. Теперь имена героев расположены в алфавитном порядке. Реконструкция мемориала обошлась в 10 миллионов рублей. В год 75-летия Великой Победы мы, горожане, отремонтируем с вами все исторические военные памятники. Обновим таблички, расположенные на памятных зданиях. Украсим к празднику наш город. И, конечно, проведем акции и уроки истории. Мы знаем, как ковалась победа, какой ценой она досталась нашему народу. Память всех тех, кто погиб на фронтах и госпиталях, прочтили под ношением цветов и минутой молчания. Иктина Лестратова, Даниил Дурхисанов. Новости дня.